добрый вечер уважаемые граждане украины очередное видео по азиатскому шершню который к вам был отправлен все особи были отправлены в мертвом виде то бишь дохлые я вот читаю комментарии я поражаюсь вы на самом деле думаете что во франции хотят устроить саботаж и уничтожить украинских этих как его пчел туда занести эту заразу вы знаете сейчас вся европа с этим борется это одна зараза одна королева которая попала во франции там мутная история как с тех пор этот шершень уже находится в португалии он пересек ла-манш и он даже уже находится в исландии там война идет почему шершень был отправлен в киев университет в институт биологический биоисследований потому что украина находится прямо на границе европы самая последняя страна сейчас которая захвачена шершня это германия после германии польша а потом все потом украина и поэтому энтомолог господин фурса виктор кстати можете найти его канал он практически каждый день делает стрим стримы и вы можете задать ему вопросы по этому поводу никто не собирается подрывать экономику украины украина должна быть готова к этому пчеловоды вот знаете украина сейчас эта страна экспортер меда очень хорошо благодаря этому пчеловоды там зарабатывают деньги ну когда шершень появится там если никто не будет бить в колокола и не будет готов то к сожалению украина из страны экспортера превратится в страну импортера а это по моему уже будет грустная ситуация и вот я видел там комментарии вы двоете все ученые всякую заразу придумывают что ученые какую заразу придумывают если бы не было ученых не было бы лекарств сейчас сейчас все лечились бы подорожником от ковида сибирскими шишками благодаря ученым есть лекарства благодаря ученым сохраняются животные насекомые которые на грани исчезновения это ученые исследователи которые за этим наблюдают бьют в колокола благодаря их нет их тревоги принимаются законы по защите того того и того а вы говорите заговоре вот это ученые я сейчас надеюсь что господин фурсов смотрит это видео я с трудом поверю что когда он получал ученую степень что его вызвали там какой-то кабинет и где масоны сказали ему виктор ты получаешь ученую степень теперь подпиши кровью чтоб находишься заговоре с нами в секретном правительстве понимать это чепуха все перестаньте читать вангу господин фурсов выполняет хорошую работу он думает о природе украины человек с мировым именем и и вы допускайте себе такую мысль я вот сделал под первым видео написал почему украине нужен шершень но посмотрите его и фурсов виктор он оставил комментарий под первым видео и под вторым не верите мне не верите этену охотнику на шершней он во первых видео которое он вам показал гнездо он обработал все пиретов матка или королева она уже отравлена и всю посылку которую до отправили в киев все особи они были мертвы если вы мне не верите спешите свяжитесь с господином фурсовым виктором он вам ответит он подтвердит никакого саботажа нету все это просто ваше представление такой мировой заговор там комп комплатизм и тому подобное а теперь вернемся к нашему заяцкому малому шершню веспа вилу тина два года назад я был на работе это было по моему уже ноябрь декабрь вышел покурить и на меня летит шершень жил круг второй кругу я подумал все где-то рядом гнездо или он на меня нападает по какой-то причине в общем я его ударил он упал на землю я на него наступил он слегка даже хрустнул но что-то меня остановило я убрал ногу и он лежал на спине и она шевелила мандибулами как будто она меня молила не убивать ее сейчас наверно все пчеловоды уже покраснели уже готовит вилы я ее не убил вот она я ее положил в стакан пластмассовый ждался конца рабочего дня и принес я ее отходил и вот как и тем говорит на видео это замечательное фантастическое насекомое да это фантастическое насекомое как только она оказалась в неволе она сразу прекратила все свои манеры хищника питалась только медом сахаром в общем она вместе со мной жила в банке конечно и к сожалению я ее случайно отравил я и дал варенье одну одного растения которое оказывается нельзя давать не пчелам него сам я не буду говорить какой потому что сейчас некоторые которые верят в мировой заговор скажут о если шмель сдох от этого варенья значит она опасна для здоровья человека нет ну шмель шмель шершин бедолага на три дня организировал я хотел просто ее спасти я давал воду пить ничего не помогло я очень расстроен был и вот она до сих пор она у меня я собираюсь купить эпоксидную клей смолу и сделать его оставить увековечить внизу и оставляю в описании ссылки на несколько фотографий там кто хочет может скачать но я напоминаю что у нее поменялось поведение только когда она была заключение как сказать по-русски ну поймана ничего на не ела мясо там мух не чуть только пила воду мед там сахар и тому подобное и под видео я оставлю ссылку на одно из моих видео она на французском языке по моему дам один момент есть я вот за шерстным наблюдал поведение просто неописуемое на одном из моментов королева там ходила по дну банки а я ее дразнил вот она ходила ходила и потом кинулась на банку хотела меня укусить ну через стекло бросок такой был что на нервы задействовал ей а на другом моменте вот видео которое вам говорю там она сидела у меня тоже в своей банке и в банку залетела мошка одна но она в тревоге была я тоже начал ее дразнить и вот с момента когда я ставлю видео посмотрите она смотрела смотрела на меня и потом как кошка прижалась то когда кошка хочет бросок совершить антенны так назад завела я думал сейчас бросится и опять эта мошка рядом пролетела и королева уже начала заниматься мошкарой но это просто неописуемое насекомое повторяюсь еще раз это вредоносное насекомое ни в коем случае не покупать через интернет такие вещи там не алиэкспресс ничего вы просто вы просто убьете ваших пчеловодов и все и экономику и даже вот я вижу по интернету можно купить там африканских муравьев тому подобное это не шутки купить такую ферму ферму там муравьев дома африканского там какого-то чужого муравья вы представляете он выскочит на свободу у него нету естественного врага и он нарушит экосистему вашего региона потом вашей страны и при дальше и тому подобное поэтому с такими вещами лучше не шутить это мой личный опыт с этим шершнем и в сентябре месяце у меня отпуск я с этеном проведу два дня на его операциях по вызову когда он ездит на на уничтожение шершня посмотрим что посмотрю что получится и да видео вы задаете вопрос почему он не обрызгал гнездо дихлофосом там не закрыл в машине дверь тому подобное суть когда вызывает его на операцию какую-то это не то что уничтожить гнездо а полностью эту популяцию которая находится там если вы уничтожили вот смотрите вот он в машине был хорошо закрыл стекла пшик 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 пройдет там через десять минут хорошо шершни сдохли но вы что думаете вся колония находилась внутри нет там тысячи шершних другие были на охоте вот они прилетели вау ничего нету начнут строить гнезда на где только могут из одного гнезда уже будет там двадцать одно и тому подобное поэтому яд который он использует пшик ну и оставляешь на день-два он все выполнил свою работу шершни потом будут возвращаться трогать этот яд перед и все сразу моментально уже никакого варианта выжить нет у него и создать другую колонию уже не получится потому что вся колония вздыхает а если вы думаете что о нет такого не будет многие из вас я думаю по утрам когда выходили на улицу ли не будто видеть видели в углу сидит простой на шершень такой ночь провел заблудился ли далеко летел но потом он обратно вернется поэтому когда гнездо остается на один на два дня шершени которые ничего не прилетели даже на свое место прилетят коснуться к яду и все так что это удар не точечный а сразу на колонию рассчитан а так просто побрызгать и потом оставить когда там еще тысячи лет улетает не пройдет тем более за вызов надо платить это государство в некоторых местах оплачивает и представляете что на высоковольтных линиях когда надо там обрабатывать гнездо чек-пшики все не там или используется дрон или же он с разрешения поднимается там уже с рабочими уничтожает гнездо на месте тоже отравляют и все потом рабочие сами его снимают это не так уж и легко но шершень опасный у меня где-то одно видео есть я показывал там записано было вот это азиатский шершень у него две пары крыл в отличие от европейского и он может зависать в воздухе и вот он подлетает к улью и там пчела он зависает раз схватил ее откусил голову голову переживал и полетел кормить своих детей мелких там этих личинок да когда европейский шершень допустим ловит муху что он делает он не отгрызает крылья ножки и тушку забирает полностью азиатский шершень нет он откусывает голову тело выкидывает голову разжевал и пошел кормить а когда он атакует улей допустим для пчел а медом полакомиться то это война хозяин когда приходит открывает улей там куча трупов и все и все забито шершнями вот то и те на прошлом году за один день три улья ликвидированы он их потом паяльной лампой там все сжигал как напалмом азиатского шершня у него дома в принципе он любитель пчеловода у него он собирается диких там когда дикие пчелы там рой где-то появляется он и все спасает там кому надо дает там пчел кому в общем у него бардак дома там что угодно и начиная от вороны и кончая чем у него там кабаном поросенок какой здоровый у него дома там жена просто жена у него хозяйственная но просто она боится шершни на уйти он там он тоже дома и шершни держал и кормил их и наблюдал за ними и в пылесосе вы говорите там что он с этими шершнями делает в пылесосе когда они в баке в холодильник идут когда они усыпаются там замерзают потом надо их рассматривать не всех но большинство из них хорошую партию кучу потому что есть насекомые которые поразитят своими личинками на других насекомых на грудь там выкладывают свои личинки потом личинка развивается она питается насекомыми насекомым вздыхает на шершне азиатском уже находили кое-что такое подобное но никакой реакции не было так что ну вдруг найдется какой-то такой насекомая которая сможет своими личинками своим паразит способом паразитирования уничтожать азиатского шершня но пока такого нет безусловно война против азиатского шершня проиграна сейчас только может идти партизанская война чтобы как удерживать популяцию от бесконтрольного развития вот и все ладно последующие видео будет когда и тем там будет делать и в сентябре уже будет видео на месте с операцией надеюсь что таким туда не уйду все всего доброго доброго вечера и не волнуйтесь никакого саботажа нет это естественно вещь неестественно которая инвазивная с которой нужно будет иметь дело рано или поздно счастливо на самом деле теперь является пр짐овая Magazine в курсе таких вещей и этой статьи удивительны это как раз- márман с этим Transområ Nation